На Украине члены националистических группировок захватили православный храм Московского Патриархата. В одном из сел Тернопольской области люди в камуфляжной форме сначала окружили церковь, затем спилили замки на дверях и вырвались внутрь. Радикалы объявили теперь храм собственность Киевского Патриархата. Всего за последнее время на Украине захвачены больше 30 церквей Московского Патриархата. Власти и правоохранительные органы действия экстремистов фактически поддерживают. Более того, права православных верующих могут ограничить на законодательном уровне. Репортаж Юлия Ольховская. Власть должна контролировать церковь, но избирательно так решили депутаты Верховной Рады и уже внесли в парламент соответствующий законопроект. Документ предлагает наделить государство правом регулировать деятельность религиозных организаций, руководящие органы которых находятся в России. То есть в первую очередь Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата. Проект закона уже размещен на сайте парламента. Возмущение представителей религиозного сообщества вызывает пятая статья. Церковь хотят обязать согласовывать назначение ее руководителей с органом исполнительной власти Украины, реализующим религиозную политику, то есть Министерством культуры. Церковь не юридическое лицо даже. И при этом государство пытается ее регулировать. То есть это абсурд. Уже даже последняя православная бабушка, которая живет в очень глухой деревне украинской, начинает понимать, что эти процессы ни к чему иному, кроме как очередному церковному расколу, перевести не смогут. А очередной церковный раскол будет способствовать еще больше дестабилизации Украины вплоть до того, что это может вылиться в еще один конфликт. Авторов законопроекта, судя по всему, не волнует, что он противоречит Европейской конвенции по правам человека и Конституции Украины. Статья 35. Церковь и религиозные организации в стране отделены от государства. Несмотря на это, конфессии, которые сотрудничают с Россией, депутаты предлагают наделить особым статусом. Что это значит, в тексте не поясняется. Сам факт того, что вводится какой-то особый статус для какой-то одной религиозной организации, это уже является дискриминацией. Потому что все религиозные организации, согласно законодательству Украины, они являются равными. И не может какой-либо одной религиозной организации отдаваться преимущество в ущерб другой религиозной организации. И наоборот. Но именно этого, судя по всему, и добиваются депутаты. Иначе, как объяснить их предложение еще и изменить закон Украины о свободе совести и религиозных организаций. В частности, предоставить право лицам, которые не принадлежат к религиозной общине, голосовать на собраниях сельсоветов и принимать решения о смене рюсдикции. Другими словами, народные избранники хотят узаконить церковное рейдерство, считает профессор богословия Виктор Чернышов. Это будет легитимный способ отчуждения наших храмов, который будет поставлен на поток просто. Захват храмов в интересах Киевского патриархата, который не признает ни одна из канонических православных церквей, уже давно процветает на Западной Украине. Радикал-националисты угрожают священникам, конфликтуют с прихожанами, правоохранительные органы при этом бездействуют. Притязания были и на расположенную в украинской столице Киево-Печерскую лавру, где находится резиденция предстоятеля Украинской православной церкви, митрополита Ануфрия. Все действия, они бывают силовыми, бывают финансово-экономическими, бывают попытки законодательного регулирования, это тоже далеко не первое. Они все направлены на банальное вытеснение Московского патриархата с территории Украины, с тем, чтобы там иметь собственную ручную церковь. На нарушение прав верующих на Украине уже обратили внимание мониторинговая миссия ОБСЕ и Комитет по правам человека ООН. Тем не менее, захват храмов продолжается. В Тернопольской, Ровенской и Волынской областях открыто более 20 уголовных дел. Но если внесенные в Раду законопроекты будут приняты, шансов отстоять храмы у представителей Украинской православной церкви Московского патриархата практически не останется.